ДВХАП.РУ 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 Татарского пролива, Адинуса Песчаного, Домы Саюмы, для прибрежного рыбоводства. Там только могут работать те, кто занимается противолюбительским инфекционным рыбоводством. Также мы полу закрыли речку Копи, тоже одна из основных рек Нерестовых в Сарганском районе. Ну как, почему полу? Не разрешили там работать сетями. То есть и те, кто занимается традиционным рыбоводством, и все, кто занимается противолюбительским рыбоводством, будут там работать только спиннингами. Вообще, какие ожидания от поселок Петербурга? То есть, для чего не вера предосторожности? Ну, по Приморске-Падзоне мы это увидели еще, в принципе, в конце прошлого года, когда, значит, основной из пользователей Ивановского района, колхоз, 50 лет октября, взял в три раза меньше, чем в предыдущие годы. То есть это послужило таким, скажем, что ли, знаком, да, для того, чтобы еще внимательно наука раз посмотрела на ситуацию в реке Тумнин. Провели там комплексные, значит, мероприятия по исследованиям захода на нерестилище, по скату, и вот отсюда возникает такое решение, которое и в прошлом году, вне Горбушевый год, и в этом году, я думаю, что еще не один год мы вынуждены будем там принимать такие непопулярные решения. Но это вынужденная мера для того, чтобы сохранить популяцию Горбуша в годах с февраля. Вообще рекорды ожидаете? Что? Что? Ну, вообще рекорды, это понятие философское, это что рекорд? Рекорд, это раньше в сельское время Стаханов показывал. Просто в этом году прогноз неплохой, в принципе, да? Вот, допустим, если мы в прошлом году взяли 64 тысячи тонн, то из них где-то 60% пришлось на бассейн реки Амура. В этом году тоже, значит, общий объем прогноза 63 тысячи тонн. Ну, я думаю, если у нас все получится, и мы сможем с Росрыбоводством решить алгоритм дополнительных коллектировок, которые на сегодняшний день, пока, говорю, приостановлены, и мы сейчас работаем, и это станет предметом рассмотрения на сегодняшнем районном предпоследствовете, то возможно, что мы где-то на уровень прошлого года сможем выйти. Потому как первоначальный прогноз прошлого года был хуже, чем этого, да? Где-то был 52, в этом году 63. Но в прошлом году мы могли, значит, через обоснование науки скорректировать Росрыбоводство плюс 25 тысяч тонн и получить такой результат. Получится в этом, но ситуация покажет. Главное, чтобы рыба была, как говорится. Рыбаки готовы. Но уже сегодня ситуация такая, что Амур показывает стабильную работу, а подзона Приморья практически не работает. То есть ни юг, ни север. Почему так получилось, что у меня, может, перелог убит? Я думаю, это целиком браконьерский промысел, который просто потом обвалил в какой-то период эту биомассу на реке Тумнин. Я списываю только браконьерский промысел. Там слишком много подъездных дорог к притокам, к Уту и другие улетели и так далее, где можно подъехать на машинам, а органы рыбоохраны, в связи с тем, что, конечно, есть и объективные причины, в том плане, что институтский состав очень слаб, в том плане, что 4,5 человек всего в Анинском районе. Тисинность. Тисинность его. Маттехобеспечение слабое. Поэтому уже в этом году, хочу вам доложить, вот по Амуру мы приняли уже с 5 июля, начнут действовать. Это кроме мобильных, значит, постоянные, значит, стационарные посты. Их будет 7. Значит, один в Николаевском районе, возле Пальминской протоки. Ну, не буду карта скрывать всех. То есть, возле основных нерестовых рек будут стоять стационарные посты. С участием инспекторов рыбоохраны, внештатных инспекторов и силовых структур. Значит, материально-техническое обеспечение за счет бизнес-сообщества. То есть, за счет тех, значит, предприятий, которые там осуществляют рыболовство. И таких постов, повторяю, 7. Это только по летним лососям. По осенним лососям, конечно, это будет гораздо больше. Думаю, где-то около 15. Потому что можно выставлять по всему протяжению Амурата. То есть, по летним получается один в Николаевском районе, три в Ульском и три в Полино-Сипенково. Какие предприятия занимаются на тех обеспечении этих постов? И там питание, палатки, кроватки и прочее, прочее, прочее. То есть, работа серьезная ведется в этом плане. То же самое там от Умнину, значит, по Охотскому району. То есть, нужно все охватить, потому что мы понимаем, что, как говорили, да, классики, только всем миром сегодня можно задавить этот проконевский, значит, промысел. В принципе, закрытие Амгуни может коснуться только интересов коренных народов Севера. Но они отыграют эти позиции в осеннюю путиру, потому что осенние лососи мы закрывать не будем. И, в принципе, свои, скажем так, свое право они реализуют на осенней ките. Взять, например, 50 килограмм, на многодетные семьи, да, по 100 килограмм. Что касается того, что мы закрыли Тумнин, значит, мы переслоцировали и дали рекомендации для спортивного рыболовства и для традиционного рыболовства, это бухта Силантьева. И в прошлом году там работали и КМНС, и спортивщики. В принципе, в морской побережье, ну, там 50 килограмм взять всегда можно. Конечно, не совсем это удобно, потому что привыкли, допустим, там, пусть Оральская, да, там, потом Нинее, там, еще какие-то поселения брать, прямо там, где они находятся. Но нельзя допустить, что, понимаете, то есть, если кто-то на водоеме находится, значит, это, ему всегда примыкают серые рыбаки, которые под этого могут брать там все, что угодно. И даже тот ручеек горбушек, который сегодня поднимается по Тумнину, ну, он будет перекрыт и выловлен, и мы просто потеряем реку. Потеряем реку, значит, потеряем несколько поколений горбушек. А сколько бизнес готов положить в рамках сфинансирования у охраны, защитываясь за движение, в принципе, дорогу, поддувшую? Значит, я не буду озвучивать суммы, но бизнес, как говорится, сам заинтересован в этой работе. Они понимают сегодня, что год-два они потеряют тоже объемы, и все это сказывается на общих объемах. Поэтому складывают, мы даже не уговариваем особо, знаете, как просто расписали, все договорились, такое-то предприятие обеспечивает, такой-то пост, такое предприятие, все расписываем, и все соглашаются. То есть у нас нет. Где-то порядка 15 предприятий, таких, которые имеют неплохие объемы вылова, это только по Амурскому бассейну, по бассейну реки Амур. А всего у нас порядка 15 предприятий? Предприятий? Ну, работающих, если брать и Охотский, это, да нет, где-то 150-160, наверное, вот так. Это я был только бассейн Амур, а еще и Охотский район, еще и под зоной Приморья, то есть там предприятия тоже вкладываются, тоже будут работать, они задействованы. Практически, говорю, отказов нет. Оказание содействия. Потому что здесь прямая заинтересованность. И сколько штатов будет, вот этих коров, которые поставят на дежуре, еще, так как он будет увеличен? Значит, в Охотский район продается дополнительно, значит, сыщенный состав из соседней, когда стоят. Там, к сожалению, пришли к тому, что в Охоте практически нет, поэтому порядка там, я не помню сколько, больше десятка человек они могут направить в Охотский район. Значит, Турочевиканский и Аяномайский районы мы прикрываем пограничниками, там тоже, потому что проблема с инвекторами рыбоохраны, да. Ну, Амур, в принципе, здесь, я говорю, где-то получается один-два на пост, один-два инспектора рыбоохраны, один-два нештатных, и пару сотрудников полиции. Пост будет состоять из таких. Ну, я говорю, не хочу раскрывать все эти карты, но для жителей, да, и тех, кто нас сегодня слушает, чтобы они понимали, что этой работе просто выделяется огромное внимание. Почему сегодня у нас составлен, вот, в постсоветах включены и депутаты нашего на собрание, значит, краевого, то есть они подключают местные советы депутатов, и там идет работа. Мы проводили видеоконференцию с районными администрациями, с депутатами, значит, районных советов на предмет проведения разъяснительной работы о, скажем так, объясните меня, каламбуре, о вреде браконьерства, да, ну, чтобы все понимали прекрасно. К этой работе подключаются, значит, депутаты местных советов. То есть она в таком постоянном режиме проводится. Главное ведь превентивные меры, да, и разъяснительная работа. Потому что, когда вот эти посты, значит, работают, то я знаю, многие, вот проводили путину осеток, да, вот в этом году, то я знаю, что многие из тех, кто занимался теневым бизнесом, в принципе, вынуждены сегодня идти и официально искать работу уже на пути не на соседей, потому что, скажем так, серые пути на им не удалось.